Господин Президент, вечер добрый. Добрый вечер. Вот так, становитесь, вам будет удобно. Спасибо большое. Президент Грузии сегодня в Киеве принял участие вместе с другими главами государственных мероприятий, которые проходили на Майдане. И вот есть такая цитата, ее принесли грузинские СМИ, что в Украину поедем все, сколько в самолет поместится. Для вас это был шаг для того, чтобы показать Украине уважение, что отношения между нашими странами не испортились, несмотря на определенные обстоятельства? Отношения между нашими странами и не испортились, и они могут только развиваться. Шаг был, естественно, показать Украине, что мы стоим вместе с украинцами. Ну и вместе с тем показать, что это не только шаг президента, но это и шаг и большинства, это шаг и оппозиции, и разных оппозиционных фракций в парламенте, а также и шаг, сделанный уже исполнителем. Ну дайте мне первую возможность поприветствовать вас на этом канале. У меня впервые есть такая возможность, вашу аудиторию. Поздравить их с сегодняшним маршем, ну и вместе с тем выразить свои глубочайшие соболезнования со связью с терактом. Вот мы живем в такую эпоху. И гордость, и чувство утраты, оно присутствует в одно и то же время. Что вы думаете по поводу происходящего сейчас в Украине? И не напоминают ли вам это грузинские события, которые не так давно были? К сожалению, напоминает, я хочу в первую очередь передать ту эмоцию, которая была в первых рядах нашей колонны, когда мы шли вместе с лидерами многих стран. Это было чувство гордости, потому что мы идем вместе с людьми, которые сражаются за свою независимость, сражаются за свой свободный выбор, и мы четко стоим вместе с ними и идем вместе с ними по улицам Киева. Да, напоминает, напоминает не только 2008 год, но напоминает и 90-е годы. К сожалению, Грузия прошла очень трудный путь со дня нашей независимости. Это были 90-е годы, когда происходило близко к этому, близкие к этим явлениям происходили в Абхазии, происходили в Осетии. Там тоже было вот то, что мы сейчас называем гибридной войной, мы это видели в 90-х. К сожалению, мы увидели еще больше, так сказать, жестокости в 2008 году. Мы увидели договора, которые подписаны между Россией и так называемой Абхазией, сейчас готовится с так называемой Осетией, в 2014 году. К сожалению, напоминает, и мы видим, что украинцы стоят так же сплоченно, как стояли грузины, и через вот этот терновый путь мы создаем современность наших стран. Что бы Вы посоветовали Украине с Вашим опытом, с опытом Вашей страны, которая все это уже пережила в прошлом? Мы бы посоветовали, во-первых, стоять так, как Вы стоите, стоять не боясь, стоять гордо. И вместе с тем, естественно, не терять рациональный подход к тем процессам, которые происходят. Да, очень трудно в такие моменты думать о рациональной политике, думать о главных пунктах, которые мы должны достичь. Но это и должны делать политики. С одной стороны, стоять вот в таком трудном, в трудный момент вместе со своими гражданами. Ну и думать о прагматических шагах, которые нужно развивать по этому направлению. Ну вот, господин президент, мы услышали с Вами, что в Вашингтоне по этому поводу думают. Вы знаете, искренне, Украина очень серьезно на этой неделе обсуждала тему американского оружия. Вроде бы есть уже и соглашение, которое определенный баланс выстроило. С другой стороны, боевики пытаются его нарушить. А Ваше мнение, Ваш совет, продолжать нам просить американское оружие? Поможет ли оно Украине сдержать вот тот натиск, который есть? Ну, естественно, это вопрос двухсторонних отношений. И он зажится на главной истине, что любая страна имеет право защищать себя. Имеет право защищать свою территориальную целостность. Имеет право защищать свои национальные интересы. Однако, когда мы думаем о будущем, мы думаем о мире. Мы думаем о том, как эффективно прекратить кровопролитие. Как эффективно достичь договоренности. И ресурсы к достижению этих договоренностей, они очень-очень значимы. И здесь мы, естественно, надеемся и на поддержку американской стороны, и европейской стороны, и всего мирового сообщества. Потому что те вопросы, которые мы сейчас видим, и мы все направлены на то, чтобы прекратить кровопролитие. Это кровопролитие результат политики по отношению к соседям России. Это кровопролитие было в 90-х и в Грузии. Это кровопролитие было и в 2008-м. Мы потом видели, что это продолжается уже и в Украине. И ответ на политику агрессии по отношению к добрососедским странам со стороны наших партнеров должен быть направлен на глобальное решение отношений России по отношению к ближнему зарубежью. Потому что то, что мы слышим постоянно, это отношение к привилегированным интересам, то есть нас называют зоной привилегированных интересов России, когда мы независимые государства. Мы государства, которые имеем право строить международные отношения на основе международного права. Вы тоже чувствуете, что по-прежнему считают нас зоной влияния и считают, что возможно это влияние? Я, к сожалению, вижу, что влияние возможно только через военный путь. И это уже не влияние. Но свободный выбор наших стран, свободный выбор наших народов, он должен основываться на добрососедству. И подкреплять это добрососедство, и строить реальную политику с нами и по отношению к России должны наши партнеры. И мы, к сожалению, видим, что 2008 год не был таким большим уроком для международного сообщества. К сожалению, он никого ничему не научил. Потому что если бы был правильный, очень принципиальный и, главное, растянутый во времени процесс, начиная с 2008 года, я уверен, мы не имели бы 2014 года в Украине. И это очень значимо. Нельзя прекращать прессинг, когда мы говорим о международном праве, мы говорим о праве суверенных государств. Господин президент, я напомню зрителям, у нас президент Грузии Георгий Маргвилашвили в студии. Я не могу вас еще об одном не спросить. Мы с вами практически уже побратимы, потому что украинское правительство возглавили очень много грузин. Фамилии на слуху, фамилии известны. Есть определенная дискуссия, что те ли люди в правительстве, не все их восприняли, кто-то в восторге, кто-то нет. Вы этих людей во многом знаете просто как соотечественников, как с теми, с кем вы там за руку здоровались, общались. Что вы можете о них сказать? Насколько правильные люди сейчас в украинском правительстве? Ваши соотечественники. Ну, во-первых, я хочу подтвердить свое уважение суверенному правительству Украины, которое избрано через демократические выборы. И правительство в Украине формируется на основе желаний и чаяний украинского народа. Поэтому это первый момент. Во-вторых, я хочу еще раз подтвердить вашим телезрителям и вам, что любой грузин считает в неком смысле своим долгом быть полезным Украине и служить Украине, так как у нас есть стратегические интересы и общее видение будущего. И мы, правда, побратимы. Каких кандидатур избирает легитимное украинское правительство из вот столько желающих грузин, это лишение украинцев. И я не думаю, что я должен комментировать уже конкретные назначения и конкретных деятелей. Это внутренние дела Украины. По крайней мере, я вас правильно услышал, что эти назначения, определенные компромиссные фигуры, определенные спорные фигуры, они не испортили отношения между нашими странами? Испортить отношения между двумя братскими странами очень трудно. А я хочу еще добавить, что и мой мандат, когда меня избирали, и я уверен, мандат президента Порошенко подразумевал в себе дружбу украинцев и грузин. Так что мы оба служим нашему мандату, мы оба, как вы видите, выявляем уважение к нашим избирателям, так как у них вот такие близкие чувства. Так что испортить эти отношения с шериховатостью не могут, я уверен. Спасибо большое. Самые главные слова, которые вы нам сказали, я знаю, что вам улетать не могу больше задерживать студии. Был рад вас видеть здесь. Огромное спасибо. Было приятно. Всего доброго.